Девушки отдыхают Как стать сильным? Или один день из жизни культуриста? Где рождается гантель? Раскрываем секреты производства. Мощь настоящего титана. Денис Цыпленков о природе своей суперсилы. Сегодня у меня в гостях человек, чьи советы молодежь в качалке слушает с открытым ртом. Андрей Сорокин знает, что говорит. Привет, Андрей. Привет, Серега. Отлично выглядишь. Спасибо. С соревнованием готовимся? Ну, стараюсь. Монстр. Чтобы стать успешным спортсменом, нужно выбирать себе правильных кумиров. Уверен Андрей Сорокин. Родившись на Вязьме в семье сварщика и поварихи, он с подросткового возраста во всем пытался походить на Арнольда Шварценеггера. Еще бы, ведь у них было немало общего. Оба родились в простой семье. Оба с детства любили спорт. Оба были прирожденными атлетами с неизгибаемой силой духа. За каких-то три года он совершил прорыв из новичков в элиту мирового культуризма. Дважды становился лучшим на престижном турнире «Арнольд Классик» в 2010 и 2011 году. Там же, наконец, Сорокин увиделся со своим давним кумиром. Жаль, что английским языком Андрей совсем не владеет. А то бы рассказал Арнольду, что ради этой встречи он положил пол жизни, а также продал машину и гараж. Начнем сегодня с тренировки груди, самой элементарной, которую может выполнять любой человек, пришедший в зал. Ставим скамеечку, ложимся. Беремся шире плеч, хват, чтобы был. Снимаем штангу с грифа, медленно опускаем ее до груди, выжимаем. Локти в стороны мы разводим. Локти разводим в стороны. Опять то же самое. Делаем 15-20 повторений. Это для того, чтобы нам хорошо разогреться и не получить травму. Это обязательно. Делаем медленно. Все медленно. Обязательно делаем медленно. Контролируя вес в любой точке. Контролируем полностью. Гриф фиксируем вверху, опускаем вниз, фиксируем внизу. Сделали 15 повторений. Ставим на стоечку. После этого я советую без отдыха взять эту же самую скамеечку, взять гантельки и сделать разводку с гантелями. Это для того, чтобы была интенсивность тренировок, чтобы мышцы наши не отдыхали. А получили как бы нагрузку, нагрузочку и хорошо разогрелись. Берем гантели. Ни в коем случае не разворачиваем кулаки в стороны. Это неправильное упражнение. А делаем кулаки смотрят друг на друга. Локти опускаем по возможности вниз, как можно ниже. Сводим полностью кулаки вместе. Опять локти опускаем вниз, сводим кулаки вместе. За весом стоит гнаться? Нет. Веса нам ни в коем случае не надо. Делаем 15-20 повторений. То же самое. 20 секунд отдыха. Ставим скамеечку опять поджим. Обратно. И делаем то же самое. А с тем же весом и работаем? Тем же весом, да. Но если человеку тяжело, можно вес уменьшить. Таких у нас три подхода. То есть с перерывом. То есть мы сделали первый суперсет такой, я правильно? 20 секунд второй. Да. И третий. Давай покажи еще. На что стоит обратить внимание при технике, вот выполнении? Какие еще моменты ты считаешь нужны? Моменты? Ни в коем случае не отрываем ноги от пола. Самое главное, чтобы мы делали, не оббивали об грудь, как это многие делают, вот именно вот такими движениями, а делали медленно. И стараемся опускать гриф как можно ближе к шее, для того, чтобы нам растянуть грудные мышцы. В общем, дорогие друзья, если вы все-таки решили, что вам нужны такие огромные и качественные мышцы, как у Андрея, посмотрите для начала наш следующий сюжет. Он рассказывает о жизни культуриста-любителя. А после этого решите. Оно вам надо. У Андрея Лопушанского, финалиста чемпионата мира по классическому бодибилдингу, и культуриста с многолетним стажем, каждый день начинается одинаково. Подъем в 8 утра, легкая разминка и в бой за совершенные пропорции. Питание – это важнейшая составляющая в жизни любого бодибилдера. Стоит надолго, если не навсегда попрощаться со сладким и жирным. В общем, никакого сала в шоколаде. Завтрак перед выездом на тренировку включает в основном белки и минимум калорий. Обычно это яичные белки и 1-2 желтка. Ну и обычно съедаю еще с этим какой-нибудь салатом. Вот пошли креветки, огурцы, помидоры, авокадо, клюква и перепелиные яйца. В них, кстати, содержится в 2, а то и в 3 раза больше минералов, чем в обычных яйцах. Конечно, такой завтрак нельзя назвать бюджетным, но на здоровье экономить нельзя. Я стараюсь придерживаться такого питания всегда, независимо, соревнуюсь или не соревнуюсь. Кстати, Андрей, как и другие культуристы, еду всегда берет с собой. Все приемы пищи, которых, кстати, не менее пяти, проходят строго по часам. Так что пропускать их ни в коем случае нельзя. В 10 часов утра культурист Лопушанский начинает первую из двух тренировок. Здесь все так же, как и в питании, строго. Утром, как правило, нагрузок больше. Андрей выполняет упражнения на большие мышечные группы – ноги, спина, грудь. По времени это занимает, как правило, не меньше полутора часов. Никаких больших весов, больше проработка. Поэтому решил совместить и спину, и грудь. И после тренировки сделал кардионагрузку. На данный момент, как это говорят культуристы, Андрей не в форме. Вместо соревновательных 94 килограммов он весит почти 103. Сбросить лишние 9 килограммов ему предстоит за полтора месяца. А все для того, чтобы на ближайшем чемпионате быть во всей красе. В помощь нашему герою упражнения на велотренажере, а также более интенсивные тренировки с постепенным уменьшением веса снарядов. Такой подход позволяет выводить из организма лишнюю жидкость, а значит и терять в весе. Не забываем о питании. Аминокислоты и протеины при отсутствии жиров в рационе увеличивают скорость роста мышц. Из углеводов выбираю обычно гречку, рис, режем макароны какие-то. Также добавляю там льняную кашу, пшенную. Вот уже три часа дня, а Андрей ни на минуту не переставал работать над собой. Тем не менее, отдых позволять себе необходимо. Поэтому после второго обеда не помешает дневной сон. Он хорошо восстанавливает силы для того, чтобы на вечерней тренировке не чувствовать себя уставшим. В 8 вечера очередная тренировка. Она, короче, первой, длится около часа. В это время культурист Лапушанский занимается проработкой отдельных мышц. Сегодня это бицепс, трицепс и плечи. Именно на эти мускулы бодибилдеры делают особый упор. На часах начала десятого. Пора домой. Всего за день Андрей тренируется не меньше трех часов. За пять приемов пищи он съедает до пяти килограммов еды. При этом благодаря правильному питанию он не набирает вес. Благодаря интенсивным тренировкам организм сжигает более трех тысяч килокалорий в течение суток. На неделе разрешается делать себе всего один выходной. Максимум два. Но это в том случае, если вы не готовитесь к соревнованиям. В остальном формирование идеальных пропорций – каторжный труд. Хотя многие культуристы считают, что оно того стоит. Александр Кузьминых, Роман Чугунов, Павел Трейнес. Все включено. Да, быть сильным нелегко, но и бесплатный сыр в мышеловку не кладут. Поэтому сегодня Андрей Сорокин, Сергей Бадюк научат вас сгонять пивные животы и справляться с дряблыми руками. Начнем с животов. Андрей, советую тебя, что мы делаем, как мы качаем, правильно, неправильно, на что обращаем внимание. Ну да, Сергей, живот – это самое основное, я считаю, достоинство у мужчины. Покажи свой живот, не скажи. Давай, 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 давай. У тебя что-то с ним происходит не то, ты знаешь? Ужас какой-то. Ладно. Ну-ну-ну. Пресно начинать, я считаю, делать с нижней части живота, потому что она – самое тяжелое… Да, это самое проблемное место у человека. Ложимся на скамеечку. Так. Находим в себе упор, ноги вместе и поднимаем, стараемся ягодицы не отрывать. Медленно опускаем ноги вниз, полностью не опускаем, чтобы пресс был всегда в напряжении. И делаем, насколько позволяет у нас здоровье. А у тебя на сколько здоровье позволяет? Ну, я делаю до 50 раз такое упражнение. Ну, поэтому он и двукрасный победитель Арнольд Классик. Но это еще не все. Так. Делаем два вдоха, разворачиваемся и начинаем делать сразу верхнюю часть живота. Каким образом? Это цепляемся, опять же, ногами за упор. Так. Руки за голову и начинаем делать наклончики. Ни в коем случае спину не прогинаем назад. Чтобы не шла нагрузка на позвоночник, да, на поясницу. Делаем то же самое, насколько позволяет здоровье. В верхней точке фиксируем. То есть у тебя нет… Мы делаем до отказа. Делаем до отказа, да. Это у нас один подход. Таких мы делаем три подхода. В начале тренировки. То есть в начале тренировки. В начале. А почему? Вот ноги, пресс заканчивают, ноги заканчивают пресс в конце тренировки. Это я считаю неправильно, потому что энергии уже на пресс, как всегда, у нас не остается. И мы, как правило, халяем. Да, и мы, как правило, халяем. А это, я уже не хочу повторяться, это основное достоинство у мужчины. Плоский живот. Девушки, запишитесь на всякий случай. Вам это может пригодиться. У меня еще вопрос. Скажи, пожалуйста, вот насколько важно использование именно тренажеров при прокачке пресса? То есть не просто лавочек там каких-то, не просто каких-то стульев, а именно тренажеров. Тренажеры реально влияют на эффективность? Ну, Сергей, конечно. Потому что на тренажере мы можем угол наклона изменить. Если у нас мышцы пресса начинают укрепляться, нам уже угол угла, например, мало. Еще вниз, да? Да, мы можем поднять лавочку вверх, тем самым сделать нагрузку больше. Меня, кстати, всегда интересовало, как же все-таки производится спортивный инвентарь. Вот такие классные снаряды, гири, штанги, гантели, ну все, что с этим связано. Давайте посмотрим вместе наш следующий сюжет и узнаем много интересного. Благодаря им уже более ста лет люди обретают идеальные формы и рельефные мышцы по всему миру. Но знаем ли мы, где и как происходит рождение этого незаменимого снаряда? Кажется, совладать с этой кучей железа по силам только настоящему русскому богатырю. Марк Земсков занимается производством спортивного инвентаря уже несколько лет. Он знает все тонкости производства, которых, кстати, немало. Специально для программы «Все включено» Марк согласился раскрыть нам все секреты украшения стали. Рождение диска для штанги или гантели происходит у отрезного станка. Большая пила расправляется с остальными монолитами, как с батоном вареной колбасы. Чтобы умерить пыл агрегата и защитить его от перегрева, на режущую поверхность подается охлаждающая смазывающая жидкость. Производство блинов начинается с производства вот такой заготовки. На этом станке в разлосуточном режиме из стального круга пилятся они и складываются вот в такую тележку. Процесс останавливается только на время, когда нужно положить следующий круг. Человек тут периодически убирает стружку, чтобы она не мешалась. В принципе, полный автомат. А чтобы ни один блин не вышел комом, используют вот такое нехитрое приспособление. Мы кладем на этот кондуктор и запускаем. Деталь должна пройти через...